В МИД Колумбии прокомментировали запись Болтона о пяти тысячах солдат. Попытка госпереворота в Венесуэле в МИД Колумбии прокомментировали запись Болтона о пяти тысячах солдат 12-15 Москва, 29 и Анфрия новости. В Колумбии ничего не знают о пяти тысячах солдат, о которых написал в своем блокноте помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. На запись также обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Накануне Болтон давал пресс-конференцию о санкциях против Венесуэлы. В его заметках журналисты, рассматривавшие фотографии новостных агентств с мероприятием, разглядели слова пять тысяч солдат в Колумбию. Захарова прокомментировала эту запись в Facebook. На возможность военного вмешательства США в Венесуэлу с разной степенью без застенчивости намекали многие в Вашингтоне, от президента до представителей его администрации, написала она. Дипломат отметила, что, как сообщал телеканал NBC, со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников Пентагона, американское командование пока не перебрасывает ни в Колумбию, ни в Венесуэлу военнослужащих, военную технику или снаряжение. 11.37. Политолог оценил вероятность вторжения войск США в Венесуэлу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США дестабилизирует ситуацию в Венесуэле с территории Колумбии. Политолог Алексей Зудин в эфире радио «Спутник» высказал мнение о том, как далеко готов зайти Вашингтон. Официальных комментариев, как всегда, никто не дождался, но надежду не теряем, добавила Захарова. Она напомнила, что дестабилизация ситуации в Венесуэле осуществляется именно с территории Колумбии. А как же не вмешательство во внутреннее дело от выборов до кибербезопасности, которыми так озабочен коллективный Запад последние годы, спросите вы? Ну, как-то так, заключила дипломат. 11.32 эксперт рассказал о позиции армии США по применению силы в Венесуэле. Что говорят в Боготе запись, сделанную Болтоном, прокомментировал и глава колумбийского МИД. Что касается упоминания Колумбии в блокноте, который был в руках у господина Джона Болтона, то значения и причины такого упоминания нам неизвестны, заявил министр иностранных дел Карлос Ольмиа Струхиля. При этом он подчеркнул, что Боготе разделяет позицию стран группы Лима в отношении Венесуэлы, а также намеренно развивать отношения с Вашингтоном по всем темам, представляющим взаимный интерес. Кроме того, на днях в Минобороны Колумбии заявили, что не планируют предоставлять США военные базы для вторжения в Венесуэлу и сами не готовят ввод войск в соседнюю страну. 9.20 в Вашингтоне пообещали отрезать правительство Мадуро от источников дохода в переброске судов и самолетов не было. В Минобороны, добавив, что вооруженные силы и полиция остаются в состоянии боевой готовности из-за теракта, совершенного 17 января в кадетской школе полиции в Боготе. «Колумбия не идет на провокации и не позволит никому провоцировать», — говорил министр обороны Боттера. «И именно такая политика сохраняется по отношению к Венесуэле», — заключили в военном ведомстве. 8.50 политолог о санкциях США против Венесуэлы. Задача Вашингтона ясно США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании. ПДВЗА «Вашингтон будет использовать проблемы Венесуэлы в своих целях», — отметил политолог Сергей Козлов. Ситуацию он прокомментировал в эфире радио «Спутник». Попытка госпереворота в Венесуэле в середине прошлой недели в Венесуэле начались массовые акции протеста против президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиции, спикер парламента Хуан Гуаида объявил себя временным главой государства, и его практически сразу признали США, а также Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай, Албания, Грузия и еще некоторые страны. Мадуро назвал происходящую попыткой госпереворота и обвинил в ней США. По его словам, Вашингтон пытается привести к власти свою марионетку Гуаида. Себя Мадуро считает конституционным, легитимным президентом, которого на выборах поддержал народ. При этом Болтон заявлял, что любое насилие против Гуаида, Национальной Ассамблеи или американских дипломатов повлечет значительный ответ. Восемь часов русский акцент. Каким оружием Венесуэла сможет отбиваться от США? Секретный план Вашингтона вскоре стало известно, что американские власти несколько недель разрабатывали секретный план по поддержке оппозиции Венесуэлы. Об этом написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации президента Дональда Трампа. По сведениям источника, в ночь с 22 на 23 января вице-президент США Майк Пенс позвонил Гуаида и пообещал ему поддержку со стороны Вашингтона, если он объявит себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Именно этот звонок и запустил план, который секретно разрабатывали в течение предыдущих нескольких недель, пишет издание. Разработка плана, по сведениям Wall Street Journal, сопровождалась переговорами между американскими чиновниками, союзниками, законодателями и ключевыми деятелями оппозиции Венесуэлы. На данном этапе оппозиция верила и говорила должностным лицам США, что нуждается в поддержке международного сообщества с целью повлиять на политическую динамику внутри Венесуэлы, рассказал газете высокопоставленный чиновник в администрации Трампа. Издание отмечает, что президент США уже давно рассматривал Венесуэлу как одну из трех важнейших приоритетных задач своей внешней политики наряду с Ираном и Северной Кореей. 3.32 Мадуро обратился к Трампу по-английски, руки прочь от Венесуэлы. Позиция Москвы в России, комментируя ситуацию в Венесуэле, отмечали, что вмешательство извне лишь усугубит ситуацию. Сейчас главное, чтобы сами венесуэльцы урегулировали в рамках конституционного поля все разногласия, которые могут быть между ними, и единственное, чем мы можем помочь, это не вмешиваться в эту ситуацию, как делают напрямую некоторые страны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Песков, добавил, что Каракас не просил Москву о помощи, а также заявил, что российские власти не планируют контактировать с Гуаида. Вчера 4-6 экс-сотрудник ООН рассказал, как США диктуют организации свои условия. Продолжение следует...